Всем здравствуйте, это UwebDesign, меня зовут Александр Гончаров и вы смотрите плейлист про WordPress плагин Advanced Custom Fields, в том числе версию Pro. На этом плейлисте вы посмотрите несколько роликов, которые рассказывают об основных функциях и также о нескольких неосновных, таких глубинных функциях, которые существенно облегчат вам жизнь и облегчат вам работу с произвольными полями или Custom Fields. Прежде чем перейти непосредственно к версии Pro, к новинкам, которые там присутствуют, нужно сначала просто рассказать о том, что это такое. Есть вот такой плагин в официальном репозитории WordPress, более миллиона установок, как вы видите, 906 рейтингов, и я вам напомню, что рейтинги, они каждую версию обновляются, то есть это прямо 906 рейтингов за один месяц. Давайте установим этот плагин, и пока он устанавливается, я расскажу, что в принципе в WordPress у нас абсолютно все сущности, хоть что записи, вот я здесь книги добавил, они на самом деле являются постами и хранятся в таблице wp-posts. Вся мета-информация, которая у них есть, а хранится в таблице wp-post-meta. И на самом деле, может быть кто-то не знал, но существует дефолтный механизм управления произвольными полями или Custom Fields, которые хранятся в wp-post-meta. Он выглядит вот так, произвольные поля включаются здесь в настройках экрана. Я в данном случае сделал с помощью плагина Custom Post Type UI, я сделал такую кастомную запись книги, назвал ее мои книги, можно было кстати просто книги назвать, но не важно. Я сделал, чтобы на ней было удобно показывать, как бы, чтобы прочувствовать, но внутри записи тоже в настройках экрана есть пункт произвольные поля и можно посмотреть. Вот так вот выглядит, ну давайте на книгах, так на книгах. Книга 01, произвольные поля, я могу просто его так назвать Book Author, если говорить по-английски, и хранить здесь что-нибудь типа Антон Палыч Чехов. Простая обычная строка, добавить произвольное поле, можно добавлять несколько, но вот это вот уже сохранится, то есть я здесь нажимаю обновить. Конечно же по умолчанию, когда я жму посмотреть книгу ничего не показывается нигде, но всегда можно взять PHP Storm и здесь вот в шаблоне я сделал дочернюю тему для 2016, опять же, чтобы не курочить сурсы, чтобы лишний код никакой не смотреть, и сделал шаблон Single Book, который как раз контролирует вывод вот здесь. Как вы видите, вот изменить оно вот здесь вот слева находится на десктопном режиме, но в мобильном режиме оно уходит уже вниз, это футер. То есть если я здесь добавлю уже в PHP, внутри PHP, напомню, что стандартные функции для контролирования кастомных полей это getPostMeta, updatePostMeta и addPostMeta соответственно для сохранения. По умолчанию по умолчанию мы вводим сюда postID, здесь дальше идет название поля и оно у нас называется BookAuthor. Здесь если я его выведу, то Array у нас показывается. Всегда перед тем, как работать с кастомными полями, делайте WarDump, чтобы посмотреть, что вообще здесь находится. Мы видим, что Array, абсолютно массив без каких-либо ключей, просто обычный массив строк и первая строка там Антон Павлович Чехов. На самом деле, чтобы избежать вот этой вот проблемы, в getPostMeta есть третий параметр, который true означает использовать единичные значения, чтобы не было массива, а было, о господи, не там написал, чтобы не было массива и выводил только четкие значения, в данном случае строку. То есть вот он BookPHPString, Антон Павлович Чехов. Если я здесь вернусь, вместо WarDump сделаю эхо, то все встанет на свои места. Таким образом можно выводить какую-то мета-информацию и работать по стандартному с помощью произвольных вот этих вот полей. Как вы видите, здесь произвольные поля ограничены строками, цифрами, все, что вы вот запишите здесь в слове значения. То есть ничего более не получится вывести. Кстати, я даже прям здесь отдельным PHP-блоком это сейчас начну выводить. Во-первых, потому что мне это понадобится для демонстрации вывода других полей. Я буду использовать укороченную запись с помощью вот этого вот PHP-тега со знаком равно, который означает, что эхо вывести. Ну просто, чтобы не писать эхо каждый раз, у меня здесь уже в PHP-сторме есть эти live templates или как они называются, короче говоря, типа макросов. Вот вы видите здесь, я сейчас даже могу БР-ку дополнительную сделать, чтобы как бы вывести и ограничить их от футера, изменить Антон Павлович Эчехов. Интересно, откуда вот этот вот слэш взялся? Ну это как обычно, в принципе, как только начинаешь что-то записывать, сразу что-то откуда-то и берется. Антон Павлович Эчехов. Нам не хватает вот этого функционала произвольных полей, которые нам предлагает WordPress из коробки. Для этого существует плагин произвольные поля. Я сейчас установил бесплатную версию в плагинах, как вы уже помните. В пункт меню появился произвольные поля. Здесь есть экспорт, аддоны и произвольные поля. Бесплатная версия, она идет под версии, под номером 4. И на самом деле, версия Pro, она мало того, что является платной, она еще и версии 5. То есть там большое количество функционала добавлено и допилено. Вы просто посмотрите, здесь экспорт сделано с помощью XML, то есть через стандартный WordPress импортер. Это можно импортировать через инструменты. И в произвольных полях создаем какие-то группы. Ну, кстати, мы можем их сейчас здесь создать, потом просто переконвертировать в Pro версию. Я думаю, так и сделаем. Тип записи у нас Book, то есть книга. И делаем поле. Поле для книг. Вот текстовое поле и можно написать какие-то инструкции. То есть сам плагин нам позволяет существенно расширить вот этот функционал, который есть в коробке. Во-первых, функционально, то есть кроме строк там хранить какие-то массивы, другие галереи, O-Embed можно использовать, чтобы ролики с YouTube встраивать и так далее. Большое количество типов данных различных, но кроме этого еще и позволяет нам все это красиво запаковывать для клиентов. То есть добавлять какие-то вкладки, разделители и так далее. Мы еще дальше по этому ролику посмотрим. Но вот первая красивость, которая здесь есть, это инструкции по полю, в которой мы можем написать «Укажите автора книги». Написать, поставить, что это поле обязательное, без его заполнения невозможно будет сохранить книгу. Значение по умолчанию. Сделаем Александр Сергеевич Пушкин. Есть у нас такой автор. Конвертируйте HTML в теги. Я предпочитаю хранить без форматирования. То есть здесь есть несколько типов полей. Тексты, содержание, выборы, отношения и так далее. И на самом деле в Pro-версии этих полей значительно больше. Об этом мы еще посмотрим. Условная логика. Можно сделать, что если какое-то поле здесь заполнено, то только тогда показывать поле «Автор». То есть, допустим, у книги есть автор. Ставим галочку и здесь показываем. Тоже можем посмотреть после этого. Добавить поле. «Истинная ложь», например. После этого у нас в условной логике мы можем выбрать уже то поле, которое у нас является по типу либо «Истинной ложью», либо «Чекбокс» и так далее. Тут есть несколько сопутствующих типов, которые сочетаются. Есть «Автор» равно «Чекид» у нас. То только тогда это поле показывается. Мы его сейчас поменяем местами для того, чтобы это было по смыслу. И теперь, когда мы заходим в книгу 01, мы видим, кроме вот этого стандартного блока произвольные поля, у нас появился новый. Если у книги автор, если я поставлю галочку, появляется «Автор книги». По умолчанию это выглядит вот так вот без метабокса, просто на сером фоне. Все эти вещи, естественно, можно редактировать. То есть, здесь в свойствах именно вот этой группы полей есть символы «Снова метабокс» и «ВП метабокс». Нормальное после содержания, высокое это будет над заголовком. То есть, есть некоторые вещи, которые, допустим, привязываются к постформату. Если постформат – ссылка, то ссылка указывает сразу сверху, прямо перед заголовком, потому что это прямо очень важная вещь. То есть, это на самом деле, в зависимости от того, как вы это хотите расположить, и я говорил уже об этом, именно это является сильной стороной плагина Advanced Custom Филд, что она позволяет прям вот существенно сделать понятным весь процесс заполнения информации для ваших клиентов. То есть, в первую очередь, этот плагин является всего лишь прослойкой между уже встроенным функционалом WordPress, который называется вот эти вот Custom Fills или произвольные поля, и прослойкой между произвольными полями и пользователями, которые хотят вводить все в удобные формы, и пользоваться стандартной админкой. Здесь, кстати, можно в сообщении дописать «Есть», чтобы было проще ориентироваться. То есть, вот вы здесь видите, что теперь чекбокс будет не просто пустой, а «Есть автор» и «Есть». После этого можно его указать. Как вы видите, уже словилось Антон Павлович Чехов, потому что, в принципе, если я айдишники сохраняю, такие, как я здесь в произвольных полях указываю, то нетрудно догадаться, что Advanced Custom Fills, он ловит стандартные уже те поля, которые я ввел либо средствами WordPress, либо с помощью программирования и в PHP Storm, в данном случае, ну, в коде темы, просто сделал не GetPostMeta, а DDPostMeta, и после этого просто добавилось, и никаких проблем. Здесь есть Антон Павлович Чехов. Я, например, введу Николай Васильевич Гоголь. После того, как обновилось, здесь на самой странице книги тоже есть теперь пометка «Гоголь». Кроме того, что есть возможность пользоваться стандартными функциями, типа GetPostMeta, а DDPostMeta. Плагин Advanced Custom Fills, на самом деле, позволяет использовать свои собственные функции. Так, ZRZ, такого нету. И его функции, на самом деле, ограничены несколькими. Например, TheField выводит поле, GetField его возвращает, то есть, если нам нужно возвращаемое значение, ну, там, UpdateField, например, его устанавливает. То есть, если я здесь запишу GetField и всего лишь укажу BookAuthor, то у нас выведется все то же самое, что и в первом случае. Но, как вы видите, мы можем существенно сэкономить на, не на бумаге, на пространстве в редакторе нашего кода. Потому что, ну, по умолчанию всего лишь один параметр здесь нужен вместо трех. Хотя, например, я в своей практике всегда использую GetPostMeta. Просто, ну, мне хочется быть ближе к WordPress, чувствовать его на кончиках пальцев. Поэтому я предпочитаю пользоваться стандартным API. У меня в PHPStorm позволяет смотреть вообще, что нам предлагает компания с этими методами. И в данном случае вы видите, что первый параметр это ключ, второй это PostID. То есть, на самом деле, если вдруг мы хотим запросить поле BookAuthor не у книги, а точнее не у этой книги, а у следующей, у какой-нибудь, у которой мы знаем ID или чей ID мы тоже получаем из там другого кастомного поля, то это можно здесь также указать. FormatValueTrue. Можно сделать неформатированный вывод и тоже получить, в принципе, массив. GetTheId false, если я здесь напишу, то мы ничего не увидим, потому что так. Потому что это строка. И у строки форматированный вывод именно такой. Третий способ – это использовать не вывод echo getField, а просто написать theField и написать bookAuthor. Получаем, как вы догадались, все тот же результат. Параметры у функции theField тоже примерно похожи. ID и все. На самом деле, напишите в комментариях, если вы уже пользователь Advanced Custom Fields и вы пользуетесь стандартными вот этими функциями getField или theField. Мне даже будет интересно узнать, почему. Почему вы не используете getPostMeta или addPostMeta, но я уже спрашивал у некоторых людей и ответы, которые я слышу, звучат так. Я узнал про произвольные поля только из этого плагина, поэтому как бы уже начал пользоваться API, который предлагает плагин. Ну и как бы ничего там зазорного нет. Так бывает. Так бывает. Продолжение следует...